МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом выпуске сеем вкусные томаты, выбираем надежные поливные шланги. Сегодня мы сеем семена томатов, а помогает испытать на всхожесть новые сорта и гибриды овощевод наш постоянный эксперт Татьяна Черненко. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сегодня принесла огромное количество семян. Прошу вас выбрать из этого огромного-огромного списка те сорта или гибриды, которые для вас наиболее интересны и за которыми вы обязуетесь следить, ухаживать и выращивать. Я нашла у вас очень хороший вот оранжевый слон. Это томаты крупные, до 500 грамм. Вот они урожайные и выращиваются в открытом и защищенном грунте. Еще. Взяла вот такие вот банан оранжевый, взяла банан красный. Я люблю их за то, что они очень урожайные. Они среднего размера, могут консервироваться, могут кушаться. У них на веточке около 20 штучек томатов. Они очень красиво смотрятся, как ожерелье просто. Вот. Ну, взяла крупные красные, вот русский размер. Еще мы с вами посеем 400-600 грамм, ближе к крупному. Вот. И тоже их много на кусту. Вот. Хороший урожай тоже от них. Вот. Взяла для детей томат черри. Он очень сладкий. Дети его очень любят. И созревает он не весь сразу, а вот потихонечку. И как бы детки подходят и кушают. Он очень сладкий. Я вам оставляю эти семена и прошу проследить за всхожестью их и за тем, как будет развиваться рассада. Идемте сеять. Пойдемте. Мы подготовили вот рассадные ящики. В них проделали отверстия. На дно насыпали керамзит. Небольшое количество. Вот. И затем наполняем с вами почвосмесью. Почвосмесь у нас состоит из земли садовой. Двух частей. Из песка одной части. И из торфа одной части тоже. Чтобы защитить сеянцы томатов от грибковых заболеваний и вредных насекомых, перед посевом овощевод проливает землю горячим и крепким раствором марганцовки. А теперь будем делать бороздки для посева томатов. Для этого мы возьмем линеечку. Вот у нас удобная такая есть. Вот. И будем делать. Расстояние между рядами 5 сантиметров. Между семенами 1,5 сантиметра. Такова схема посадки с учетом последующей пикировки сеянцев. А теперь можно вскрывать семена и сеять. Вскрыли семена оранжевый слон. Их где-то около 35 штучек. Из них вот три штучки у нас какие-то черные. А остальные хорошие, средненького размера. Семечки, которые вызвали у овощевода сомнение, из-за мелкого калибра и темного цвета, до посева не допускаются. Остальные семена поштучно укладываются в бороздки. Сеем томат бананов оранжевый. И на пакетике указан 0,1 грамм тоже. Мы видим, что семян немножко побольше. Вот. Потому что семена помельче. Но они все выровненные, без брака, без какого-то мусора. Очень хорошего качества. Теперь мы их сейчас закроем, а потом засыпем почвы смесью. Вот. Ну, посеяли мы на глубину 0,5 см, а расстояние между ними 1,5 см. Засыпали почву смесью, полили. Теперь мы закрываем ящик стеклом. И ставим ящик с посевами с нашими в теплое место, где температура 25-30 градусов. Семена у нас проращиваются не на свету, а в темноте. Поэтому мы поверх стекла кладем газету или какую-то другую плотную ткань. Но мы каждый день просматриваем утром и вечером всходы, потому что они иногда утром не взошли, а вечером они уже переросли. После того, как у нас появились всходы, мы открываем, убираем стекло. И оставляем открытые. И температуру можно понизить до 23 градусов. Остальные вскрытые овощеводом пачки позволили сделать вывод, что в одной десятой грамма умещается от 35 до 50 семян томатов в зависимости от их калибра. На пакете с сортом «Русский размер» вместо веса было указано количество – 12 штук. Эти семена отличаются ярким окрасом. Значит, их обработали специальным защитным составом от болезней-вредителей. В следующий раз увидим, как это повлияет на их всхожесть. Мы обязательно вернемся к овощеводу для того, чтобы проверить, как взошли наши томаты. О том, какие способы посева предлагают интернет-огородники, узнаем из видеообзора. Автор канала «Домрад» делится опытом проращивания собственных семян томатов. По ее мнению, самый простой способ дает самую высокую схожесть. На ватных дисках семена прорастают на второй день. Специалист Центра поддержки садоводов и огородников России рассказывает, как подготовить к посеву семена томатов, не прошедшие профессиональную обработку в семеноводческих компаниях. Сначала их сортируют по плотности, опуская в соленую воду. Затем обрабатывают в густом растворе марганцовки, после чего промывают и выдерживают в растворе регулятора роста. Блогер Татьяна в серии видеороликов испытывает китайский способ выращивания томатов для теплиц. Метод подходит для высокорослых сортов и гибридов. Суть метода в том, что семена сеют на месяц раньше обычного. Через месяц рассаду срезают под корень и укореняют заново в отдельные стаканы. Стресс помогает растениям дать более ранний и дружный урожай томатов. Мы продолжаем готовиться к дачному сезону, рассматривать новинки садового инструмента. Сегодня мы поговорим о шлангах. Разобраться в их хитросплетении поможет эксперт Дмитрий Летягин. Здравствуйте. Здравствуйте. Когда нам необходимо обеспечить водой наши растения? И нам нужно определиться с системой водоснабжения. С чего вы советуете начать? Прежде всего мы должны определиться, какие растения мы должны с вами полить. И второй не менее важный вопрос – это источник водоснабжения. Чтобы помочь выбрать шланги, специалисту нужно знать две вещи. Что будете поливать и какая вода для этого имеется? Если плодовые деревья и ягодные кустарники – это один набор шлангов. Если газоны – совсем иная система полива. Если подаем воду в теплице – уже третий вариант. Существует деление на две категории. Первая категория – это поверхностные шланги, разбрызгиватели, сплинклеры, шланги перфорированные. Это простой вариант, такой, можно сказать, дачный, упрощенный. И второй вариант – это система автоматического полива. Эта система уже монтируется под землю и обслуживается уже более профессионально. В системе автополива мы уже детально разбирались в одном из прошлогодних выпусков. Чтобы познакомиться с ее устройством, достаточно набрать в поисковике фразу «Удачные заметки – виды автоматического полива». Сегодня более внимательно рассмотрим поверхностные шланги. Их десятки видов и сотни подвидов. Первым делом выберем подающие шланги, с помощью которых вода от источника доходит до места полива. Как правило, они самые тяжелые и самые объемные. Эти шланги могут быть от двух слоев до четырех слоев. В чем их прелесть? Чем больше слоев, тем жестче получается шланг, как вот в данном случае. И когда мы его перетягиваем по участку, он у нас не перекручивается. Во-вторых, чем качественней материал, из которого изготовлен шланг, тем дольше он прослужит. То есть не будет в нем трещин, соответственно, не будет протечек, не будет потери влаги, не будет у вас грязного участка там, где не надо. И эти шланги будут вам служить долго, верой и правдой. И также есть еще шланги, у которых один-два слоя. Эти шланги немного дешевле. Служат они примерно так же. Но единственное, что они могут иногда перекручиваться, сгибаться, но умеющие опытные садоводы знают, как с этим бороться. Подобные образцы будут служить десятки лет, если их вовремя спрятать на зиму, удалить остатки воды, скрутить без заломов в бухту. А теперь рассмотрим шланги, с помощью которых мы уже непосредственно производим полив на наших участках. То есть есть вот такие вот шланги, они как бы собраны из трех тоненьких, и в них достаточно мелкая перфорация. С помощью вот этого коннектора мы подключаем подающий шланг, раскатываем вот этот шланг вдоль поверхности земли. То есть длина его где-то 10-15 метров. И из него при определенном давлении воды выбрызгивается вода на расстоянии от полуметра до двух метров в разные стороны. То есть с помощью этого шланга мы можем поливать грядки наши, рядные посадки каких-либо растений, начиная от малины и кончая однолетними овощными культурами. Важно учесть, что крошечные отверстия у данного шланга со временем засорятся, если поливать нефильтрованной или застоявшейся в баке водой. Такой шланг требует регулярной продувки и промывки. Он раскатывается на поверхность земли дырками кверху, то есть перфорацией, выстилается кверху и получается разбрызгивание небольшим веером, то есть ширина разбрызгивания где-то от метра до двух с половиной в ширину. Следующий образец, в отличие от предыдущего, не имеет проколов, хотя также предназначен для капельного полива. Шланг-невидимка прячется под землей на небольшой глубине. Влага медленно сочится через его пористую резиновую поверхность, как сквозь губку. Его плюсы – это прямой доступ воды к корневой системе, отсутствие испарений с поверхности и эрозия почвы. Сам он вот такой диаметром, а вокруг вот такая вот труба влаги по всей длине идет. Очень хорошо лук выращивать. У него корневая туда стремится, стрелы большие и луковица огромная. Еще одна полезная новинка – многофункциональный шланг для ручного полива. Если его собратья едва скручиваются в тяжелую бобину, этот легко умещается в маленькую коробочку. Вот в этой коробочке, его 15 метров, он представляет из себя сжавшуюся вот такую вот трубочку. Внутри резиновый шланг, который при подаче воды под определенным давлением 2-2,5 атмосферы растягивается. Внешний чехол предотвращает то, чтобы он раздувался еще больше, и он увеличивается как в диаметре, так и в длине. Чем он хорош? Но прежде всего здесь еще есть и разбрызгиватель, с помощью которого вы можете полить либо дорожки, либо ваши растения, либо помыть машину даже, к примеру. То, что он занимает очень мало места, и когда мы шланг этот выключаем, то есть подача воды прекращается, давление падает, он обратно сжимается и становится вот таким компактным. Вот этот шланг 15 метров, может растягиваться на 15. Также существуют более компактные, то есть на 7,5. Есть и еще больше, то есть более 20 метров. Поинтересуйтесь, есть ли гарантийное обслуживание на выбранный образец? Некоторые европейские производители ручаются за верную службу шланга в течение 8-10 лет. В случае его расслоения или прорыва готовы заменить ненамеренно испорченный товар. Если же гарантия надежности отсутствует, подключайте свои органы чувств. Смело мните, скручивайте шланг и даже нюхайте. При покупке нужно учитывать несколько вещей. Прежде всего, когда вы покупаете шланг, нужно обратить внимание на то, что у него есть или нет резкий запах. Резкий запах свидетельствует о том, что качество материала достаточно низкое, будет трескаться он у вас, на солнце лопаться и так далее, переламываться, гнуться. И еще один очень важный момент. Нужно обратить внимание, поддеть рукой, ногтем, ножичком, чем вам позволят. Расходятся ли у вас, у этого шланга, слои один от другого? Если они расходятся, то этот шланг приобретать не нужно. А в данном случае, как бы мы с вами здесь не повреждали его кромку, слои не расходятся, то есть они соединены между собой очень прочно. И этот шланг достойный выбор и прослужит у вас длительное время. Семена томатов в любительской упаковке следует опустить в воду, если только они не окрашены в яркие цвета. Годятся для посева только те, что легли на дно емкости в течение получаса. Чтобы помочь с выбором шланга, специалисту нужно знать две вещи. Какие растения будете поливать и какая вода для этого имеется? Для плодовых деревьев, ягодных кустарников, цветника, газона или теплицы необходимы разные поливные системы. Томаты-гиганты от Гавриш. Низкий рост, большой вес. Сладкие плоды, сахарная мякоть. Звезда Сибири. Касатик, три сестры. Выбирай Гавриш. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова